Новостройка Главная 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 Одни причин просто не называют, другим жалко дорогой ремонт, и их можно понять. Но с другой стороны, что будет с дорогим ремонтом, если вдруг прорвет старые трубы? Впрочем, власти таким жильцам готовы идти навстречу. Если, например, идет прокладка новых газопроводов внутридомовых, то в данной ситуации сейчас даже учтены работы по небольшому восстановлению, демонтажу и монтажу даже подвесных и натяжных потолков. Есть нормативно-правовой акт, по которому, если не допускаются, если есть случаи недопуска в жилые помещения или в нежилые помещения, то этот конструктив переносится на следующий эксплуатационный период капитального ремонта, чем тем самым это просто усугубляется. Напомню, одновременно с завершением первого краткосрочного плана в области стартовал второй. В него вошли 2185 домов. Общая площадь – 5640 квадратных метров, на которых проживает 218 тысяч человек. Собственникам уже направили предложение о том, какие работы предстоит выполнить. Сейчас проводятся конкурсы на отбор проектных организаций на разработку проектно-смертной документации. В дальнейшем будет разработана документация, объявлены конкурсы на строительно-монтажные работы. И мы надеемся, что в этом году уже эти работы будут начаты. Подрядчики тоже не случайный отбор проходят в два этапа. Сначала кандидатуры включают в реестр квалифицированных организаций. Для этого они должны подтвердить наличие опыта, отсутствие задолженностей. После проводится аукцион. Кто предложит цену ниже, тот и получает право на проведение капремонта. Кстати, правительство региона своим постановлением ограничивает предельную стоимость, то есть завышение цен исключено. Сейчас в реестре 156 подрядных организаций. 95 из них выполняют строительно-монтажные работы. 32 занимаются оценкой технического состояния зданий и проектированием. Оставшиеся специализируются на лифтовом оборудовании. Часть работ производится за счет субсидий областного бюджета. Львиная же доля финансирования из фонда капитального ремонта. На счет регионального оператора взносы начали поступать в 2015 году. За это время собрано 4 миллиарда рублей. Собираемые взносы на капитальный ремонт в Тюменской области одна из высоких в России. Это 98%. Ну, конечно, 2% у нас не оплачивают взносы на капитальный ремонт, но с ними проводится предказионная исковая работа. Судебные органы направлены уже более 23 тысяч исков. По 60% уже приняты решения в пользу регионального оператора. Также с прошлого года ведется работа напрямую с кредитными организациями. То есть судебные решения поступают не к приставам, а напрямую в банки, которые, в свою очередь, в течение трех дней списывают деньги со счетов собственников. Это что касаемо капитального ремонта домов в Тюменской области. О других темах и новостях рынка недвижимости поговорим завтра в 16.45 на канале Тюменское время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин